В Заполярной столице готовятся к запуску фонтанов, устанавливают новые остановочные комплексы, заботятся о спортивном здоровье северян, устраивают экскурсии по обновленному Мурманску для представителей старшего поколения. Об этом и не только. Смотрите в новом выпуске программы «Городские фроники». Мурманск – спортивный город здоровых людей. У жителей улицы Маклакова совсем недавно состоялся спортивный праздник «Родной двор – родной город», в котором приняли участие все северяне от мала до велика. Проект Комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска «Родной двор – родной город» существует уже шесть лет. За это время к празднику присоединились почти все микрорайоны столицы Заполярья. Каждые выходные на разных спортплощадках организуют массовые соревнования и конкурсы рекордов, в которых принимают участие все желающие, вне зависимости от физической подготовки и возраста. Самая главная еще наша задача, которую спорткомитет ставит, это в том, чтобы ребенок или семья, проснувшись в выходной день, услышав музыку в своем дворе, увидев, что там происходит что-то яркое, активное, такое жизнерадостное, вышли на этот праздник. А когда праздник ушел из двора, они продолжали выходить на площадки спортивные и уже самостоятельно занимались. Как признаются организаторы, в начале такие праздники больше привлекали детей, а взрослые стеснялись и стояли в стороне. Но сейчас на площадке мамы и папы тоже приходят в спортивной одежде и принимают активное участие в разминке и конкурсах. Не поучаствовать, не получить этот заряд бодрости просто невозможно. Я сегодня сам попробовал немножечко поразмяться. Вы знаете, настолько входишь в этот процесс и с прекрасным настроением, с прекрасной энергией. Поэтому я очень рад, что такие мероприятия проводятся и дай бог им жить еще много лет. Сезон фестиваля уличного спорта стартует зимой, но и летом во время каникул желающих приобщиться к культуре спорта всегда много. К тому же такие соревнования – это не только повод позаботиться о своем здоровье, но и отличная возможность найти новых друзей. Также в столице Заполярья власти установили новую остановку. Закрытая стеклянная коробка появилась на улице Ленина в районе дома номер 98. Именно здесь мурманчане давно попросили администрацию установить остановочный комплекс. Ведь стоять в ожидании общественного транспорта на пустом месте под дождем и без крыши над головой – удовольствие ниже среднего. Проблема заключалась в том, что под посадочной площадкой проходят инженерные сети, и сетевые организации боялись, что остановка перекроет к ним доступ. В этом году администрации удалось получить разрешение на установку остановочного комплекса. За несколько дней стеклянную будку, закрытую с трех сторон, поставили. Но и это еще не все. Также планируют заменить остановочные комплексы на более новые и в других частях города. В планах на это лето установить 45 единиц остановок – это нового образца, уже с крылышками, и усовершенствовать 72 остановки, которые были уже ранее установлены. В общей массе это будет где-то процентов 50 от общего количества остановочных павильонов будет нового образца. В скверно-семеновском озере памятники ждущей и Николаю Чудотворцу, привычные для многих жителей достопримечательности Мурманска, остаются для некоторых его жителей только красивой картинкой, показанной по телевизору или фотографиями в газете. Чтобы пожилые люди, участники клуба старшего поколения, могли познакомиться с обновленной столицей Заполярья, в городе устраивают экскурсии. Шесть метров и шесть тонн бронзы. Мурманский памятник Николаю Чудотворцу, конечно, не столь большой, как статуя Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро, но и Мурманск не Бразилия. На раскинувшего в стороны руки чудотворца посетители, участники клуба старшего поколения, смотрят с трепетом. Многие видят монумент впервые. Впечатление усиливает и рассказ экскурсовода, ведь к созданию статуи приложил руку Федор Конюхов. Некоторые из них, проживая в отдаленных районах города Мурманска, даже удивляются тому, что насколько новым за последние годы обновленным стал город Мурманск. Какие новые интересные места появились, какие новые интересные памятники. Даже некоторые никогда не знали о том, где находится сквер с памятником ждущая. Такие экскурсии для пенсионеров организуют не впервые. Впрочем, и насильно пожилых горожан никто по Мурманску возить не собирается. В клубе, созданном несколько месяцев назад, можно выбрать, чем заняться и куда сходить. Будто новомодная арт-терапия или же курсы компьютерной грамотности. Стать участником клуба старшего поколения может каждый житель областного центра в возрасте от 55 лет. Для этого необходимо обратиться в отдел соцподдержки администрации вашего района. В Заполярной столице уже прозвучали последние звонки не только для выпускников старшей школы, но и для самых маленьких школьников. Выпускники четвертого класса также перешли на новую ступень своего образования. Для четвероклассников прогимназии номер 24 конец мая такой же особенный, как и для старших школьников. В этом году многие из ребят прощаются навсегда и переходят в среднее звено других школ и гимназий. Впереди их ждет непростой путь и несколько лет детства, после чего необходимо будет определиться с профессией и двигаться к намеченной цели. Но пока ребята наслаждаются беззаботными деньками, в этом году из стен гимназии по традиции выпускаются отличники и хорошисты. Чтобы ребята лучше запомнили этот день, поздравили их не только учителя, родители и младшие выпускники, но и редакция газеты «Вечерний Мурманск». Главный редактор издания подарил ребятам уникальную книгу про историю Мурманска и увлекательную фотосессию с главными символами газеты. От газеты «Вечерний Мурманск» мы подарили ребятам фотосессию с нашими замечательными рыжими котами, которые являются символом газеты «Вечерний Мурманск». То есть дети вступают уже в более взрослую жизнь, в большую школу, и это им чуть-чуть продлит детство и воспоминания о любимой прогимназии. С 1 июня Мурманск продолжит преображаться. В столице Заполярья запускают фонтаны, которые находятся в парках. Сейчас по всему городу идут последние приготовления. Всего в заполярной столице семь фонтанов, четыре из которых располагаются в парках, остальные на озерах. Сотрудники учреждения «Мурманские городские парки и скверы» следят за сохранностью водных конструкций и всеми силами стараются сохранить своих подопечных в целостности и сохранности. Но против вандалов нет надежной защиты. За день до тестового запуска, который сейчас в самом разгаре, несколько подростков оторвали часть от конструкции, из-за чего инсталляция утратила эстетическую красоту. Мастера опасались, что один элемент и вовсе не сможет заработать. Однако на кадрах с камеры видеонаблюдения отлично видны лица преступников, поэтому у правоохранительных органов есть все шансы найти злоумышленников. На видео видно, как ребята молодые, лет там может быть по 14-13, скрутили форсунку здесь находящийся на Зоеве-Скутемянской. Не знаю, куда ее дели, поискали по округе, не нашли, но видео, в принципе, подготовили, заявление тоже подписали, передано уже в полицию. Я думаю, может быть, найдут. В данный момент сейчас компания закупила в городе Санкт-Петербурге две форсунки, так сказать, про запасы. Думаю, в ближайшее время они доставят их, будем подключать уже, чтобы это красиво работало. В Мурманске наградили юнормейцев, которые принимали участие в военном параде в День Победы. Во время торжественной церемонии 53-м учащимся из различных общественных учреждений города вручили медали Министерства обороны Российской Федерации. 9 мая мы видели этот парад, смотрели, как шли ребята юнормейцы. Вот представляешь, по тому, как они волновались, как они готовились, как они вот прошли. Говорит о том, насколько они прочувствовали то, чем они занимаются. Но я не могу сказать. Мне так кажется, что, наверное, все-таки основная часть мальчишек все-таки пойдет в военное училище, потому что уже по тому, как они себя ведут, как они держатся, с каким достоинством, наверное, они уже на той дороге, которая в жизни для них станет главной. Ребята всегда принимают активное участие в патриотических акциях, уроках мужества и в торжественных митингах. Также юнормейцы несут вахты памяти и скорби, входят в состав почетных караулов у памятников, апеллисков и памятных досок. На сегодняшний день в ряды мурманских юнормейцев входит почти 900 северян. Субтитры создавал DimaTorzok